Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И сегодня будет долгожданное продолжение рубрики влоги. Мы займемся домашними делами. Расскажу, что готовила, чем занималась, что покупала. Мне очень приятно, что вам нравятся такие обзоры. И постараюсь в ближайшее время почаще их выпускать. И тем самым, я думаю, мы с вами становимся чуть-чуть поближе. Но хотя я не знаю, куда уже можно быть ближе, потому что мы с вами каждый день. Поэтому надеюсь, что эти 20 минут вы приведете со мной в хорошее настроение. Давайте же покажу, что же у меня было куплено для себя, для Сони. Надеюсь, что-нибудь для себя найдете полезным. Сразу хочу сказать, что в этом видео будут вставочки и за май месяц. То, что я не успела вам показать в связи с отсутствием в отпуске. Сразу хочу вам показать обновочки для Сони. Купила ей несколько кроссовок. Вот такие кроссовки на белой подошве, серого цвета, универсальные. Подойдут под разные расцветки одежды. Красиво смотрятся и с джинсами, с брючками. Красиво смотрятся с туниками и даже с платьями. Если вдруг вы проживаете в городе Весьма, то я вот эти кроссовочки покупала в магазине Планета. Прекрасный вариант детской одежды и обуви. И при этом очень бюджетные цены. Но из мячей это точно знают. Это не единственная обувь, которая была куплена в нуле для Сони. Купила на лето вот такие шлепанцы. Честно говоря, уже забыла, как их правильно называют. Какое-то брендовое название. Но такие шлепки полезны, универсальны, легки в носке. Очень удобно их брать куда-нибудь в поездку. Особенно где-нибудь в машине, где нужно остановиться, выйти. Быстренько надел такие шлепочки и пошел. Дальше очень удобно их носить и, например, на пляже. Быстро высыхают. Если испачкаются, быстро моются. И еще посмотрите на одну пару кроссовок, которые я купила для Сони. Это вот такие желтые кроссовочки. Эти кроссовки я покупала в магазине Ценопад по улице Восстания. Магазин, который как раз находится на втором этаже над фикс прайсом. Желтые кроссовки. Они, конечно, на жару не совсем подходят. Потому что они, знаете, как будто утепленные. Но вот на осень, на весну они идеально подходят. Подошва толстенькая. Также понравились Соне они не только цветом, но еще тем, что они мигают при нажиме на подошву. Они мигают. К сожалению, у меня не получается дать то давление, необходимое для того, чтобы показать, как они мигают. Но вот когда Соня в них ходит, они, конечно, переливаются всеми цветами радуги. И, естественно, это больше заметно именно в вечернее время. И да, друзья, сразу хочу с вами поделиться косметической обновкой, косметической новиночкой. Заказала себе комплекс для ухода за кожей. Это у нас производитель Мерц Спешл. Кстати, я все ссылочки, как и всегда, оставляю внизу в описании под видео. Так что сможете там найти. Этот комплекс у меня состоит из крем-мусса с гиалуроновой кислотой. Я вам уже ранее говорила, что люблю очень легкие текстуры по типу сывороток или, например, каких-то муссов, лосьонов. Поэтому, когда увидела вот такую интересную коробочку, решила взять попробовать. Это дневной крем с тройным увлажняющим эффектом. Он обладает функцией моментального увлажнения. И это действительно так. А также производителю обещают укрепление водно-липидного барьера кожи и защиту от потери влаги. Необходимо просто взболтать флакончик, выдавить небольшое количество этого мусса на руку и нанести потом на кожу. Также еще в этой коробочке был вот такой буклетик, где дается подробное описание. И еще дополнительно был спрей-блеск для лица, который также можно использовать для тела и волос. При помощи этого спрея можно освежить макияж, придать легкое сияние. Ну и, конечно, красиво он будет смотреться на волосах. Вот таким образом выглядит флакончик. И знаете, хочу сказать уже на момент монтажа видео, этот флакончик у меня забрала Соня. Очень ей понравились эти блестки. Ну а так само оформление выглядит очень стильно. Еще в качестве маленького подарочка в этой коробке была мини-пилочка. Двусторонняя пилка, которую я бросила в естественную сумочку и очень удобно будет поправлять маникюр. И знаете, уже несколько дней я пользуюсь этим крем-муссом. Кстати, обещают, что после двух недель применения кожа должна выглядеть моложе на 89%. На 72% должно быть меньше морщины. И эффект защиты от сухости кожи достигается стопроцентный. Я, конечно, как всегда наношу очень много крем-мусса, потому что возникают у меня проблемки с дозировкой, потом приноровлюсь. Моментальное впитывание. И знаете, действительно, как будто кожа становится прям супер увлажненной. Редко какой косметический продукт дает такой эффект. Ну и, конечно, можно поиграться с этим спреем. Посмотрите, как летят эти блесточки. Можно просто наносить на кожу, особенно будет красиво подчеркиваться загар, если вы уже загорелые. И нанести эти блесточки вообще будет на солнце все сверкать. Можно использовать вот таким образом, нанося на лицо или же на волосы. И посмотрите, вот я сейчас без макияжа просто нанесла вот этот крем-мусс. И эффект мне нравится, насколько у меня кожа противная. Но сейчас я даже сама себе на видео нравлюсь. И вот таким образом выглядят блесточки. Мерцают на волосах, особенно на солнце. Это заметно. Интересный продукт. Окончательное свое мнение, как всегда, я выскажу в видео. Формата пустые баночки. Поэтому не забывайте подписываться на канал, если вдруг вы еще не подписаны. У меня очень интересно. Друзья, мне очень приятно, что вам понравились те моменты, где я рассказываю про свою рассаду. Я посадила на балконе мини-помидоры балконового формата. И вот май у меня, точнее, начало мая у меня были проблемными. Потому что помидорки у меня после пересадки совершенно не хотели расти. Я уже пробовала разные варианты подкормки. Пробовала подкармливать и дрожжами подкармливать. Например, аммиаком, что я делаю сейчас. И вы просто посмотрите на это безобразие. Конечно, я очень сильно переживала. Потому что, когда сажала, вкладывала всю душу и силу в эти помидорки. И в ближайших видео я вам покажу, что же у меня с ними случилось. Что же произошло с ними после возвращения из отпуска. Они у меня остались на три недели без полива. И я за них очень сильно переживала. Но все это будет в следующих видео. Кстати, видела много запросов. Спрашивали меня, как же я ухаживаю за орхидеями. Но я не эксперт в уходе за орхидеями. Вы можете найти популярные каналы. Например, Георгия Горечевского, кажется. Если я не ошибаюсь, он специалист по орхидеям. Да, я думаю, и другие специалисты есть. Я просто вот так ставлю орхидеи в мисочку. И оставляю их в воде буквально на 30 минут. Решила пополнить свои запасы разными вкусняшками. Когда я пекла куличи на Пасху, у меня все цукаты, все орешки, все украшалки, конечно, закончились. А так как и у меня Соня любит, например, потаскать цукаты, то вот такой перекос всегда должен быть под рукой. И я запасы пополняю. В марш-заводском магазине на 25-ке я постоянно беру вот такие безешки. Эти безешки стоят сущие копейки, 60-70 рублей, в зависимости от фасовки. Помните, я ими также украшала и куличи. И это идеальный вариант для спасения куличей. Если они не сильно поднялись, то при помощи вот таких воздушных безе объемных можно очень хорошо воссоздать красивые виды. И мне понравился вариант такого использования. Ну и просто потаскать вот такие безе с кофе, это мое любимое дело. И Соня у меня также очень любит. Способом хранения у меня стандартный. Просто пересыпаю в баночки. Это те самые банки из фикс-прайса с черными крышками. Я, наверное, уже все уши вам прожужжала. Но они мне действительно очень нравятся. И до сих пор я от них кайфую. Конечно, вот это количество у меня очень сильно уже подубавилось. Потому что, как вы догадываетесь, Соня много их таскала. Ну и я, признаюсь, грешна. Тоже люблю таскать вот такие орешки и такие смеси. Прям сильно обожаю. Повторно взяла вот такие желейные ягодки. Это у нас по типу ягодок малинки и ежевики. Тоже ими украшала я куличик. Покупала в марш-заводском магазине. Ну а сейчас потихоньку пополняю запасы. Потому что в ближайшее время будет у папы день рождения. И уже потихоньку продумываю, какой тортик буду печь. Чем буду украшать. Не знаю, буду ли сильно заморачиваться или нет. Или же сделаю тортик по своему проверенному рецепту. На медовых коржах пока не знаю. Но, как всегда, вы это со временем увидите. Кстати, друзья, если вдруг кто-то не подписан на телеграмму, то напоминаю, что у меня есть телеграм-каналы, где я, бывает, даже чаще рассказываю о своих покупках. Или же, например, раньше рассказываю, чем смонтирую видео. И там я вам как раз рассказывала о скидке на кремовые тени от производителя Стеллари. Я давно пользуюсь оттенком Стеллари номер 04. Прекрасен в носках вот такой вот у меня тон. Там буквально уже чуть-чуть осталось. Хорошо ложится, сохраняет стойкость на весь день. И хорошо миксуется вместе с обычными сухими тенями. Хорошо растушевывается. Поэтому, когда я увидела в магазине Магнит Косметик, что стоят они буквально рублей по 200 с копейками, ну, какие-то стоили 198, какие-то 212 или 213, я решила, что нужно брать, потому что стандартная их цена в районе 400-450 рублей. И взяла себе три оттенка. Эти оттенки, два оттенка у меня были более такие легкие, нежные, с золотистым шиммером. И один оттенок я взяла потемнее. Вообще, темные оттенки теней я очень редко использую, но на всякий случай взяла. Думаю, пусть будет. Надо будет пробовать делать какие-то смоки, а из макияжа посмотрим, может быть, приноровлюсь. Но посмотрите на вот это мерцание. Выглядит, конечно, очень и очень красиво. И знаете, вот этот влог у нас получается с вами такой отчет по покупочкам. Да, в принципе, это даже и неплохо. Я знаю, что вы любите смотреть обзоры покупок. На Азоне я для Сони заказала... Что я заказала? Вы даже не поверите. Это кониколон. Вообще, очень сильно мне понравились фотографии, картинки, где заплетают красивые косы с разноцветным кониколоном. Я тоже себе бы хотела попробовать, но пока решила поэкспериментировать на Сони. И взяла на пробу вот такой кониколон двухцветный. Сверху он цвета блонд. И с розовыми концами. Вообще, сначала я не знала, как к кониколону подойти, потому что мне показалось, что эта мочалка, что плести будет достаточно тяжело. И тоже я могу сказать, что я не спец в этом деле. Делаю это все интуитивно. Но пока по внешнему виду кониколон не понравился. Мне понравился объем. Тут достаточно много по массе волос. И они очень-очень мягкие. Ну и что, вы думаете, что я остановилась на одном оттенке? Нет, я еще взяла второй. Вот такой желто-салатовый кониколон. Он однотонный. И тоже по внешнему виду мне понравился. Подошел очень мягкий. Я пока заказывала на Озоне, но еще дополнительно сделала заказик на все Малэнты. И потом вам тоже обязательно его покажу. И вот таким образом выглядело у нас первое плетение. Пока еще коряменько, но я еще только пробовала. Кстати, вот тут у меня как раз полная пачка. Поделила ее напополам. И, в принципе, можно разделить еще, использовать по четвертинке, чтобы косички были более тонкие. Ну а так мне понравилось. Но и дочка была в восторге. Ну и потом, пока искала место, куда сложить кониколонну, вспомнила, что у меня вот эта фикс-прайсовская корзинка, ящичек развалился. И нужно его привести в порядок, потому что постоянно там хранятся соненые резиночки, какие-то заколки, расчески. И я покупала вот такой ящик за 149 рублей, наверное, года два назад. И вообще жалею, что я его купила, потому что вещь, ну, в принципе, бесполезная. Можно прекрасно обойтись и без нее. Не знаю, почему взяла. Но приспособила для хранения именно резиночек и заколок. И при этом постоянно она у меня разваливалась. Ну, теперь вот клеем прошлась, и будет все нормально. Отправляю все на место. И заодно решила рассортировать и резинки, которые у нас накопилось очень много. Использую вот эти органайзеры тоже из фикс-прайса двухъярусные. Они до сих пор продаются. Я покупала, когда они стоили еще рублей 55. Сейчас, конечно, стоят они дороже. Кажется, 149 и 199 в зависимости от привоза. Но вот такой способ хранения мелких резинок, заколок, мне очень нравится. Можно рассортировать по размеру. И всегда, когда заплетаемся в садик, сразу видишь, достаешь, и понятно, что где лежит. И, кстати, с заказом с каниколоном еще заказала вот такой наборчик резиночек. Они простые, но разных цветов. Так что по цвету будут подходить к каниколону. И мне понравилось оформление. Милый такой леденечек. Посмотрите, сколько их тут много. Кстати, друзья, забыла рассказать, что сейчас в магните идет распродажа именно рукодельных штучек. Вот такие переводные термонаклейки для одежды, как видите, стоили 79 рублей. Я же взяла их за 23 рубля. Взяла на всякий случай. Но когда есть маленький ребенок, всегда бывает, что где-нибудь либо испачкала одежду, или же какую-то царапину, либо дырочку. И вот такими термонаклейками можно замаскировать. Надеюсь, что не пригодятся. Ну, а если нужно будет что-то отреставрировать, всегда будут в запасе. Ну, и я думаю, хватит уже болтать о покупках. И так много всего рассказала. Давайте мы с вами что-нибудь приготовим. Решила приготовить омлет. Самый простой, самый обычный. Ничего сверхъестественного. Постоянно начала готовить, взбивать омлетную смесь именно в таком блендере. Я его покупала на Валберес в прошлом году для приготовления коктейлей. Прекрасная вещь. Очень много можно найти на Валбересе, на Азоне, в любых других интернет-магазинах подобных мини-блендеров для смешивания коктейлей. Можно тесто взбивать на блинчики. Можно вот так взбивать яично-омлетную смесь. Коктейли также, повторюсь, сделать. Добавил фрукты и кефир. Взбил и получилось смузи. Идеальный вариант. Рада, что купила в прошлом году. Кстати, покупала, наверное, рублей за 600. И вот до сих пор пользуюсь. Добавляю яйца, молоко, специи. Закрываю крышечкой. И взбиваю на самом блендере до получения однородной массы. Ну а потом просто вливаю полученную смесь в сковородку, предварительно сбрызнув маслом. Ну, кстати, вот сейчас сбрызгиваю сковородку маслом и спрей, который покупала в фикс-прессе. Вообще мне не понравился спрей. Не поняла, почему многие блогеры его хвалят. Уж очень туго идет подача масла. Плохо брызгает. Знаете, брызгает струей. Мне хотелось бы, чтобы это было мелкодисперсное распиление. Совершенно не то, что я ожидала при покупке. Поэтому этой вещью осталась недовольна. Но зато вот омлет у меня получился очень вкусный. И Соне тоже понравился. Кстати, друзья, помните, в прошлом обзоре покупок, где мы с вами тестировали разъемную форму из фикс-пресса, я там готовила щавелевый пирог со свежим щавелем. И сейчас пересмотрела свои запасы морозилки. И поняла, что у меня очень много замороженного щавеля с прошлого года. И сейчас уже молоденький есть. Поэтому, думаю, нужно запасы подбивать. И приготовлю щавелевый супчик. У меня был предварительно сварен куриный бульон. Туда я мелко нарезала картошечку, отправляю. Потом высыпаю рис, предварительно промытый. И оставляю это вариться до полной готовности картофеля и риса. Когда картошка с рисом уже полностью проварится, я просто достаю из морозилки пакетик с замороженным щавелем. Он у меня предварительно в том году был промыт, просушен и нарезан. И просто вот так высыпаю. Все идеально, просто, быстро. А самое главное, что вкусно и полезно. Ну и, конечно же, в супчик обязательно нужно добавить ложечку сметаны. Какой же щавелевый суп? Без сметаны так будет намного вкуснее. Ну а для того, чтобы охладиться в жару, конечно же, стоит приготовить лимонад. Обычный лимонад. У меня, как помните, еще до сих пор жива мелисса, которую я покупала в магните и потом посадила ее в горшок. И посмотрите, как прекрасно она себя ведет. Я обрываю вот эти верхние кончики и кидаю все это в графин. Кстати, за счет того, что я обрываю именно верхушки, мята начинает давать больше боковых побегов и становится более таким пушистым кустиком. Мне вот это очень нравится. И здорово, здорово, что вот такую покупную зелень можно посадить в горшочек, и она потом будет радовать. Мяту я слегка нарезаю и потом придавливаю ножом, чтобы вот именно этот мятный аромат больше и лучше чувствовался. Отправляю это все в графин. И потом добавляю измельченные ягоды клубники. У меня клубника еще замороженная, но сейчас как раз сезон пойдет именно свежей клубники, и тогда лимонадики получатся просто идеальные. И заливаю это все холодной кипяченой водой и даю настояться буквально минут 30. Кстати, у меня клубника была уже измельченная с сахаром, поэтому дополнительно сахар не добавляю. Ну а напиток получается вкусным и освежающим. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, этот вложек вам понравился и вам было со мной интересно. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.